Здравствуйте! Я рад приветствовать вас на нашем канале группа компании Вариус. Фрезерная обработка изделий небольшого размера, как правило, ассоциируется у машиностроителей с монолитным трудосплавным инструментом. Сегодня мы поговорим об инструментальном решении для обработки уступов 90 градусов. Это корпусные фрезы малого диаметра с пластинами ЦВКТ 5-го габарита с двумя ревочными кромками. На манклатура корпусов начинается диаметра 6 с одной пластины. При этом максимальный диаметр фрез равняется 14 мм. Это дает возможность заменить дорастающий монолитный инструмент на черновых и получистовых, а в некоторых случаях даже и на чистовых операциях, что дает возможность значительно снизить затраты на режущий инструмент. Возможность изготовления таких малых корпусных фрез с пластинами дает уникальная V-образная геометрия самой пластины. Плюс подвернутое положение ее на корпусе. В результате на 10-м диаметре можно разместить 3 пластины, а не 2, повысив при этом производительность на 50%. Также площадь поперечного сечения корпуса инструмента увеличена, что дает в свою очередь дополнительную жесткость к корпусу. Существует 3 геометрии пластин. Геометрия M для общего применения по сталям и чугунам. Геометрия L – острая геометрия, имитирующая кромку монолитного инструмента. Применима на токарных центрах в приводных блоках и для снижения сил резания. Геометрия Hi-Fit для высоких подач при малых глубинах резания до 0,5 мм. На данном видео пример работы фрезы с пластинами для угла 90 градусов. Эта пластина позволяет выполнять весь спектр фрезерных операций, в том числе и плунжерное фрезерование. На следующем видео показана демонстрация работы пластин для высоких подач на зуб. Фреза диаметром 10 мм с тремя пластинами обрабатывает легированную сталь на подаче 0,5 мм на зуб при глубине фрезерования 0,5 мм. Давайте с вами рассмотрим примеры внедрения на украинских предприятиях. И первый случай – это обработка деталей диск. Заготовка для этой детали выполнялась из листового металла 2 мм с отверстиями для входа инструмента. Обрабатываемый материал – сталь 30 ХГС. На детали необходимо было выполнять дугообразные пазы шириной 6 мм. Поэтому на предприятии остановились на фрезе диаметром 6 мм из этой серии взамен монолитным и твердоспланным инструментам для снижения затрат на режущий инструмент. Обработка производилась за один проход по глубине на следующих режимах. Скорость резания – 100 мм в минуту. При этом минутная подача составляла 200 мм в минуту. Специалисты предприятия положительно оценили результаты испытаний, а также высокую производительность и высокую стойкость инструмента, которая составляла 140 минут на одну режущую кромку. По результатам внедрения значительно были снижены затраты на использованный инструмент на аналогичных операциях других деталей. В другом случае внедрение производилось с применением уже пластин для высоких подач при обработке детали корпус из титанового сплава. Основной задачей инструмента была быстрая выборка материала из кармана и пазов при большом вылете. В этом случае инструмент работал на следующих режимах. Скорость резания составляла 50 мм в минуту при подаче 0,3 мм на зуб. При этом глубина составляла 0,25 мм, а стойкость на одну режущую кромку – 170 минут. Если подытожить, то область применения линейки у инструмента следующая. Первое. Это отличная альтернатива монолитному и трудосплавному инструменту. В диапазоне диаметров от 6 до 12. Второе. Фрезерование на небольшой глубине до 2 мм. Третье. Обработка небольших элементов и негабаритных деталей. Четвертое. Фрезерование в приводных блохах на токарных центрах. В следующем видео мы поговорим с вами уже об инструментальном решении для чернового и получастового фрезерования плоскостей. Если понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал ГК Вариус, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!